Мы с вами продолжаем серию лекций про нравы спутников Кур'ана. И сегодня у нас наша лекция будет посвящена теме достоинств Кур'ана или места Кур'ана в жизни мусульман. И, конечно же, мы будем раскрывать это на основе долилей определенных. Если мы будем говорить о просто достоинствах Кур'ана, конечно же, эта тема не является напрямую темой про нравственность. Но эта тема тесно с этим связана, потому что если мы говорим про носители Кур'ана, мы знаем, что такое Кур'ан, что это слова Аллаха Субхану и Тааля, то тема достоинств Кур'ана связана с эффективностью внедрения новых качеств, которыми человек не обладает. Также, когда человек понимает, да, а какое место, да, Кур'ана, не просто так вот, ну, Кур'ан, да, слова Аллаха Субхану и Тааля, а почему, да, мы изучаем Кур'ан, конечно же, для нас, как для мусульман, да, казалось бы, что, ну, уже тот факт, что мы понимаем, в общем, как бы определение Кур'ана, да, что это речь Аллаха Субхану и Тааля, неспосланная, да, нашему пророку, салли Аллаху, алейхи вассалям, лучшим из ангелов, да, кто был посредством ангела Джабриила. И много чего, да, что с этим связано, уже как будто этого должно быть достаточно, чтобы мы понимали важность. Но, тем не менее, в нашем шариате, альхамдуллях, есть те далили, которые дополнительно помогают нам раскрыть разные, скажем, стороны, дать нам определенную мотивацию для того, чтобы мы еще с большим рвением, иншаллах, изучали Кур'ан и применяли его в свою жизнь, так как бы внедряли те качества, которые мы, читая и размышляя над Кур'аном, видим благими, да, которым призывает нас наша религия. Поэтому, так, горле пересохло, извиняюсь. Поэтому вот эта дополнительная информация, дополнительная мотивация, которую мы, иншаллах, читая, далили, видим, их достаточно много, все мы их не сможем сегодня упомянуть, но, тем не менее, на некоторые из них обратим внимание, поразмышляем, увидим, да, эту красоту, и, иншаллах, еще раз замотивируемся на то, чтобы эти качества, которым призывает нас Кур'ан, призывает судно, да, они у нас проявлялись все ярче и ярче, да, это напоминание для себя в первую очередь и для каждой из тех, кто задумывается над этим, да, кто хочет, чтобы качества, они необходимые, да, коранические качества, те, которым призывает Кур'ан, они проявлялись в нас. Поэтому, иншаллах, мы можем первое, что назвать, да, из тех далили, которые к нам пришли, из Кур'ана, например, когда Аллах, Субханаму и Тааля, в суре Юнус, например, в аяте 57, обращаясь к нам, говорит, да, ну, в переводе, да, конечно же, мы зачастую перевод смыслов, о, люди, к вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди верное руководство и милость для верующих. То есть здесь есть описание, скажем, качеств или имен также, Кур'ана, да, увещевание. Ну, здесь увещевание, да, мы понимаем, что это какой-то призыв, какую-то нам будет информацию давать Кур'ан, да. Потом следующее исцеление, исцеление для того, что в груди. И здесь это, ну, ладно, информация, каждый принимает ее, не принимает. Конечно, для нас, как для мусульман, мы должны это принимать, но исцеление – это непосредственно польза, да, то есть для нас непосредственно, он говорит, это исцеление для того, что в груди, исцеление вашей души. То есть это конкретное нам напоминание, не просто, что что-то будет извещаться, да, а что это исцеление в груди. Верное руководство и милость для верующих. То есть это руководство, верное руководство, которое, как правило, какой-то свод правил, вот, и мы понимаем, что всегда какое общество бы не было, какая бы не была группа, там, не знаю, большая, одна маленькая, да, это семья или это просто два человека вместе общаются, у них есть какой-то свод правил общения, взаимодействия, да. И если это, ну, как бы, не очерчено, да, каким-то пониманием, там, культурой, моралью, скажем, да, или законами определенными человеческими, да, или религиозными, то это будет просто такой хаос, да, то есть каждый делает, что хочет, да, и то есть ты не знаешь, что ожидать от кого-то. Поэтому, конечно, конечно, когда есть верное руководство, это то, что помогает, да, здравомыслящим людям быть в рамках каких-то, каких-то, да, и понимать, что можно делать, что нельзя делать, и это же ожидать от других, да, и это милость для верующих. То есть это на самом деле, опять же, мы представляем, если бы не было вот этого руководства и в это же время требовалось, да, быть вот с какими-то качествами, это трудно было бы достижимо, да, то есть понятно, когда нас, от нас что-то хотят, и это описано, вот это, вот это, это понятно, и, аль-хамду лилля, наша религия, да, она понятная, она явно, очевидна, и, к сожалению, многие эту очевидность принимают за сложность, хотя это не так. Когда тебе понятно, что от тебя хотят, что от тебя требуется, что от тебя не требуется, это не говорит о сложности, это говорит о таком, как бы, о дух, то есть это явность, ясность, это ясность, и каждому понятно, да, что от него хотят, даже если мы говорим про общение в, ну, просто между людьми, да, у каждого свои ожидания, и часто так бывает даже в семьях, когда люди там женятся, и жена ожидает от мужа одно, да, что он ей там будет, например, какие-то подарки дарить или еще как-то там к ней относиться, водить ее там по каким-то хорошим местам, путешествовать, а он там думает, вот я сейчас сяду, буду дома сидеть, пироги кушать и все, да, и вот они, скажем, поженились, и каждый, не оговорив, да, свои ожидания, потом разочаровывается, да, или ожидает, вот он мне там не вводит никуда, я думала, я хотела, а он там думает, пироги не печет, она вообще не умеет их печь, да, то есть если есть определенные договоренности и ясность, явность, это дает нам понимание, да, что ожидать, так и в нашей религии, то есть Аллах, Субхану Ва Тааля, почему это милость для нас, мы понимаем, мы размышляем и видим, да, что от нас хотят, и когда есть определенный свод правил, это не значит, это сложно, это значит, что мы знаем, как достичь, иншаллах, на основе тех далили, которые до нас дошли, как достичь вот эту милость, Аллах Субхану Ва Тааля, да, чтобы Аллах проявил свою милость для нас, достичь рай, да, и вот это руководство, оно на самом деле, это такая вот помощь, да, да, что мы знаем, что от нас Аллах Субхану Ва Тааля хочет, да, для того, чтобы мы достигли Бейхниля, по его милости, рай. Также в еще одном далили Сура Ашура в 25 аяте мы читаем, «Таким же образом мы внушили тебе в откровении дух, то есть Коран, из нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера, но мы сделали его светом, посредством которого мы ведем прямым путем того из наших рабов, кого пожелаем воистину. Ты указываешь на прямой путь. Здесь опять же мы видим, да, то есть схоже с тем, что было выше, в том, что это как свет, посредством которым Аллах Субхану Ва Тааля ведет, да, то есть если вы идете вот так в тьме, непонятно куда, что там вас, а это вам дает свет, то есть вам ясно, понятно, да, что если вы будете как бы следовать за вот этим светом, то без миля ваш путь закончится, да, вот в каком-то, скажем, месте определенном. А если же мы будем идти без света, да, то есть не ориентируясь на этот свет, то есть у нас есть свет, но мы, допустим, закрыли глаза, и мы его не видим, нам нужно открыть глаза, этот свет увидеть и следовать за ним. Если мы глаза закрыли, мы не видим, соответственно, мы идем кто-то в одну сторону, кто-то в другую, кто-то вообще в противоположную. И, соответственно, нужно здесь, во-первых, открыть глаза, чтобы увидеть этот свет, размышлять и направляться в это направление, да, то есть как бы ответить на те призывы, которые есть, потому что порой, ну, да, слушаем, так как бы свет включили, но или глаза закрыли, да, или уши, или просто отвернулись от этого света, да, не хотим мы этого видеть. Конечно же, это выбор человека, кто убережет нас, Аллах, от этого. Конечно же, обладая всеми такими вот качествами, которые были описаны выше в предыдущих двух доводах, можно говорить о величии Кур'ана, о том, что это великая книга, да, исходя из самого определения, из тех доводов, которые были выше, и сам Аллах это описал, да, и то, что эта книга великая, также мы можем найти как довод в Кур'ане, да, сам Аллах утвердил такое описание в Кур'ане. В суре Аль-Хиджр, в 87-м аяте, мы можем прочитать следующее. Мы даровали тебе семь часто повторяемых аятов и великий Кур'ан, да, то есть семь повторяемых аятов часто это Сура Аль-Фатиха и великий Кур'ан, то есть Аллах Субханаху Ата'аля, да, назвал Валь-Кур'ан Аль-Азим, Валь-Кур'ан Аль-Азим, то есть словом Аль-Азим Великий, Аллах Субханаху Ата'аля назвал Кур'ан, да, то есть это одно из таких описаний, характеристик, которые есть в Кур'ане. Конечно же, Кур'ан, учитывая, да, что это Великий Кур'ан, его право, чтобы мы к нему обращались, да, чтобы мы как бы возвращались и читали и отвечали на те призывы, которые мы там читаем. В одном из талилитах хадисов мы читаем следующее. Со слов Абу Гур'айры, рада Аллаху Ангу, сообщается, что посланник Аллаха Салля Аллаху Алейхи Васалям сказал, «Клянусь тем, чьей руке моя душа. Не было неспослано ни в Торе, ни в Инджиле, ни в Забуре, ни в Фуркане, ничего подобного суре Аль-Фатиха». Поистине, она и есть всем часто повторяемых. И Великий Кур'ан, который был дарован мне. То есть, да, на то время, скажем, когда были неспосланы другие книги, там Тора, Инджиль и так далее, несмотря на то, что эти книги также подтверждаются, что это от Аллаха Субханаму Ата'аля, но Кур'ан, они не сравниваются с тем, несмотря на то, что, ну, как бы, это тоже книги Аллах Субханаму Ата'аля, но даже сам Аллах Субханаму Ата'аля, да, мы видим, дает такую характеристику, как Великий Кур'ан, и в хадисах также мы это можем читать. Настолько он велик, настолько он, скажем, мощен, что даже горы не могут устоять, да, что даже горы не могут устоять под мощью Кур'ана. В суре Аль-Хашр, да, мы как раз про это можем прочитать в 21 аяте, если бы мы не спослали этот Кур'ан горе, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие притчи мы приводим людям для того, чтобы они поразмыслили. Субханаллах, гора мощная, огромная, скала, сила, да, то есть это то, что человек, смотря на нее, у него, ну, как бы, дух захватывает, да, если представим, да, но если смотрят еще там красиво, а если скажут, залезь на нее, да, или тебе надо это, то есть что-то там, да, даже если, скажем, те, кто там занимается, альпинисты, да, для них это тоже нелегкая задача, да, то есть они, это уже какое-то достижение там огромное, да, и даже на этом достижении многие сложные задачи. Так. Но при этом человек себя не обратит внимание на этот Коран, а сделать его недопустимо, потому что даже гора как бы не может устоять от этой. Это человек, он себе как бы равнодушно часто относится. Так же, со слов Абдулла ибн Амрад, рады Аллаху ангу, сообщается, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, пост и Коран заступаются за раба Аллаха в судный день. Пост говорит, да, то есть актуально сейчас, субханаллах, да, в Рамадан. Пост и Коран заступаются за раба Аллаха в судный день. Пост говорит, Господь мой, я лишил его пищи и питья в светлую часть, так позволь же мне заступиться за него. А Коран говорит, Господь мой, я лишил его сна ночью, так позволь же мне заступиться за него. И их заступничества удовлетворятся. Субханаллах, да, Субханаллах. Особенно в эти дни Рамадана, да, мы имеем возможность приблизиться к вот этой реальности, которая, иншаллах, ожидает, да, тех, кто и постился, и проводил время, да, с Кораном. То есть мы можем проявить, мы можем проявить, там, старание, мы можем проявить старание на том, чтобы осуществить данное, как бы, скажем, событие, да, данное событие. Также Ибн Аббас, да, будет доволен, сказал, того, кто читал Коран, не постигнет старческий маразм. Это как бы физическое, даже Субханалла, да, то есть физическое, такое, скажем, такой бонус, да, как бы вот то, что мы говорим, исцеление. И сейчас в современном мире это, ну, одна из таких ключевых проблем, да, вот эта деменция, когда люди уже на старости лет, скажем, ну, себя ведут, да, там, немного странно и неадекватно, скажем, да, и тому подобное. То есть читающему Коран без ниля, да, обещано, что его не постигнет, ну, по крайней мере, в том, да, в том объеме, да, как это могло бы быть, или его разум, он будет более прозрачный, светлый, да, того, кто читал Коран, не постигнет старческий маразм, и об этом слова Всевышнего. Мы сотворили человека в наилучшем облике, но затем мы вернем его в нижайшее из низких состояний, за исключением тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. То есть, кроме тех, которые читали Коран. Да, то есть здесь как бы расшифровал Ибн Аббас, что здесь имеется в виду, совершали праведные деяния. То есть, Аллах, субханава тааля, сотворил человека, и потом, да, как мы видим, уже зачастую, если человека постигает уже такой вот, скажем, старость, уже, ну там, скажем, и определенные процессы происходят, да, он как будто, ну скажем так, как будто наоборот, да, у него как будто деградация идет, да, он встает, похожим на ребенка, капризничает, хочет там какое-то внимание больше, да, то есть у него вот такие какие-то состояния, и плюс до болезненных, да, то есть вот болезненные состояния, кроме тех, которые совершали праведные деяния, уверовали и совершали праведные деяния, то есть читали Коран. И субханаллах, если мы даже, ну как бы, поразмышляем над этим сообщением ибн Аббаса, да, то мы понимаем, что вера, да, вот человек уже, даже, пускай он не старый, да, вот даже молодой, когда у человека есть вера, это для него такая опора в жизнь, и когда он читает Коран, изучает Коран, да, то есть тут само чтение, конечно, ну и другие вот процессы с этим связаны, изучаем, размышляем, потому что мы с вами ранее уже говорили, что, да, спутник Корана, это не только кто читает, его просто читает, это у которого проявляются эти качества, да, то есть он читает, размышляет, и постепенно, как будто краски, которые, вот в Коране, да, вот эти нравы, они в нем начинают проявляться ярче и ярче, если он читает это, задумываясь, и это чтение опускается, да, вниз, а не вот только в горле, да, находится, и все. То есть вот это состояние, когда у тебя есть, по сути, какая-то, как будто, скажем, отдушина, это сейчас можно сказать, это можно назвать, ну, по-разному, да, просто не хочет этого, как бы приунизить это, но тем не менее, да, там хобби у кого-то, то есть это, что такое хобби, да, это любимое дело, то есть по сути, да, это то, чем ты любишь заниматься, делаешь это с удовольствием, вот если нам Аллах дает такую любовь к тому, чтобы изучать Коран, это большое благо, то есть мы можем найти для себя, скажем, такую радость в любое время, будь у нас какая-то радость, и мы, например, не знаем, с кем разделить это, да, мы это можем разделить, как-то поблагодарить Аллаха Субханаму Аталя, будь у нас какое-то, там, горе или печаль, мы тоже, да, читая Коран, размышляя, обращаясь к Аллаху Субханаму Аталя, разделяем эту, как бы, печаль, и нам стает легче, то есть в любом случае для нас будет уже в жизни без неля, покой, радость, и то, что хочется, да, удерживать, то, что хочется, чтобы оно было у нас рядом постоянно, поэтому, еще, кстати, вот, что я хотела сказать, да, то, что мне хотелось да, продолжим, то, что хотелось еще помянуть, да, вот, к этому моменту, что есть тоже такие, скажем, исследования, в которых говорится о том, что тот, кто изучает, в принципе, да, арабский язык и читает по-арабски, что у него мозговая деятельность, да, она немножко по-другому работает, почему, потому что, когда мы читаем, у нас и правое, и левое полушария одновременно, да, что в других языках оно так не проявляется, субханалла, да, потому что нужно и буквы там, и точки, обращаешь внимание, и огласовки, и все тебе нужно это охватить, поэтому, когда ты, как бы, в этом постоянно, да, то есть, ты, по сути, как бы, работаешь на физическом уровне, да, исцеляешь свой мозг, поэтому это можно даже вот на вот этом уровне просмотреть, что чтение Корана, оно действительно, да, вот такое, как Анши, активность мозга делает определенное, почему даже проявляется, просто говорят, что чтение, оно, как, ну, снижает вот этот порог, да, когда начинается там деменция и так далее, в общем, чтение, а чтение именно Корана, оно еще больше, да, поэтому мы видим, ну, как бы, не проявляется такое визмеля, да, в таком большом количестве вот эта характеристика, уже у тех, кто читает Коран, да, тем более мы видим на это определенные далили, потому мы можем сказать, да, то есть это как одно из достоинств Корана, что читая Коран, иншаллах, для нас, помимо тех качеств, которые мы будем приобретать, мы будем еще на физическом уровне, да, себя лечить, и мы знаем, что Коран это щифя, да, то есть это исцеление, и вот как бы один из таких моментов. Также мы знаем много разных аятов, например, да, которые имеют вот определенные достоинства. И тоже такую хотелось бы, скажем, историю рассказать, да, это хадис, интересный, да, если кто-то слышал, он немножко долгий, но тем не менее. Сообщается от Абу Гурайра ради Аллаху Ангу Однажды посланник Аллаха салли Аллаху алейхи ассалям поручил мне хранить собранный в Рамадан закат. А через некоторое время ко мне пришел какой-то человек, который принялся пригоршнями набирать себе еду, да, да, вот еда, хочу, хочу. Я схватил его и сказал, клянусь Аллахом, я непременно отведу тебя к посланнику Аллаха салли Аллаху алейхи ассалям. Он сказал, поистине я нуждаюсь, у меня много детей и я в крайней нужде. Тогда я отпустил его, а утром пророк салли Аллаху алейхи ассалям спросил меня, о Абу Гурайра, что делал вчера твой пленник? Я ответил, о посланнике Аллаха. Он жаловался на крайнюю нужду и на то, что у него много детей. И я пожалел его и отпустил. Пророк салли Аллаху алейхи ассалям сказал, поистине он солгал тебе и он еще вернется. То есть, таким образом, я заранее узнал, что он вернется, так как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, поистине он вернется. И я стал дожидаться его. Тут еще мы видим такой момент, что как бы пророк салли Аллаху алейхи ассалям он знал, да, уже что-то случилось, он спросил про пленника, то есть, он еще как бы эту историю сказал, что же он придет, то есть, он как бы у него есть те знания, которые как уахи уже ему были даны, да, и он как бы не говорил конкретно, да, но он ему сказал, он еще придет, вот видишь, да, и Абу Грайра что ждет, потому что пророк так сказал, он понимает, что это истина, да, я, говорит, и я стал поджидать его, через некоторое время он и в самом деле снова пришел и стал пригоршными набирать себе еду, я схватил его и сказал, поистине я отведу тебя к посланнику Аллаха алейхи ассалям и он сказал, отпусти меня, ведь я нуждаюсь, у меня много детей, я больше не вернусь, тогда я пожалел его и отпустил, а утром посланник Аллаха алейхи ассалям спросил меня, о, Буграяр, что делал твой пленник, я ответил, о, посланник Аллаха, он жаловался на крайнюю нужду и на то, что у него много детей, я пожалел его и отпустил, на это алейхи ассалям сказал, поистине он солгал тебе и еще вернется, да, хотя он сказал, что больше не вернется, да, то есть, вот это, он сказал, больше не вернется, а пророк, саляллаху алейхи ассалям говорит, поистине он солгал тебе и еще вернется, я стал поджидать его третьего прихода, а когда он действительно пришел и снова принялся набирать себе еду пригоршнями, я схватил его и сказал, поистине, теперь-то я отведу тебя к посланнику Аллаха, саляллаху алейхи ассалям, потому что ты в третий раз говоришь, что не вернешься, а потом возвращайся, тогда этот человек сказал, отпусти меня, я за это научу тебя таким словам, которые Аллах сделал полезными для тебя, я спросил, что это за слова, он сказал, когда будешь ложиться спать, читай аят трона, Аллах, нет Бога, кроме Него, живого, вечно сущего, от начала и до конца, если ты станешь делать это, с тобой всегда будет находиться хранитель от Аллаха, а шайтан не сможет приблизиться к тебе, пока ты не проснешься утром, и я отпустил его, да, то есть он как бы дал ему совет, он думает, ну вот такой совет, сказал читать мне Айт-Аль-Курси, да, вот я, он отпустил по своей доброй душе, а утром посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассалям спросил меня, что делал вчера твой пленник, я ответил, о посланник Аллаха, он сказал, что научит меня таким словам, которые Аллах сделает полезными для меня, и я отпустил его, пророк салли Аллаху алейхи вассалям спросил, что же это за слова, я ответил, он сказал мне, когда будешь ложиться спать, прочитай от начала и до конца аят трона, Аллах, нет Бога, кроме него, живого, вечно сущего, и еще он сказал мне, с тобой всегда будет хранитель от Аллаха, а шайтан не сможет приблизиться к тебе, пока ты не проснешься утром. Абу Гурейра, да, рада Аллаху ангу сказал, а они больше всего стремились к Дуагу, то есть как бы или как бы сам, да, Абу Гурейра, они же хотели, да, вот что-то узнать, что-то такое хорошее, да, и, конечно, эти слова, они как бы его водушевили, он отпустил его, и, как бы, такое, скажем, искупление, Далее Абу Гурейра, да, будет доволен им, Аллах сказал, выслушав меня, пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, Субханула, он действительно сказал тебе правду, вот дальше ключевой момент, он действительно сказал тебе правду, несмотря на то, что он отъявленный лжец, известно ли тебе, с кем ты разговаривал этими тремя ночами у Абу Гурейра? Я сказал, нет, пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, это шайтан, Субханула, то есть, это вообще удивительный хадис, сам шайтан, он знает, Субханула, величие Кур'ана, и он знает, как он на него действует, и уже просто, да, что если, когда же посоветовал, скажем, такой совет, да, и здесь интересно, что порой даже самые отъявленные лжицы, да, они могут сказать правду, и шайтан знает это, поэтому, Субханула, такой вот, как, знаете, хадис, который, в котором фигурирует шайтан, но он, да, полезен нам в том, что даже шайтан, Субханула, понимает величие Кур'ана, а наши люди порой отвергают, а вот не хотят с шайтан, не хотят с Кур'аном взаимодействовать, то есть шайтан понимает, да, насколько Кур'ан, это в наших руках оружие, против него же, а мы, имея вот это в своих руках, не используем свое же благо, Субханула, что просто удивительно, да, как люди против себя же действуют, поступают. Также, да, можно говорить о том, что Кур'ан это величайшее, да, и знамение, которое было даровано пророку, саллилаллаху, алейхи вассалям, и всей умме. Всевышний Аллах, да, в суре Фуссулят в 53-м аяте говорит, мы покажем им наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это Кур'ан, есть истина. К сожалению, опять же, да, вот, кстати, по этим знамениям недавно тоже такой вот небольшой ролик, да, когда один из людей, кто вот искал, да, какие-то проблемы, такой вот антиислам, исламский направление, да, то есть такой предводитель этого всего, и вот искал, 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 да, потом не так, искал, искал, и вот уже вроде как поменялось, да, уже какой-то Аллах открыл, да, сердце, и еще вот не принимает, да, ислам, ну, говорит, вот Аллах, дай мне знак, дай мне знак, вот, если сейчас вот молния взорвется, да, или что-то там такое вот прям явное, резкое, да, вот я тогда, типа, приму ислам, вот все, вот как бы, вроде все понятно, но вот дай мне какой-то вот такой, знаете, знак явный, ну, так нету ничего знака, ну, ничего не случилось, он такой, ну, что-то, в общем, не пошло, и такой и дальше, так, это вот он там какой-то аят почитал, ну, вот я не помню, какой конкретно, но просто смысл похожий, возможно, это, этот, ну, смысл там аята, да, потом он читает следующий аят, что неужели вы, в такой смысле, да, то есть, что неужели вы не поразмыслите, вот все, что уже вокруг вас, это и есть доказательство, да, того, что Аллах, Субханава Тааля, это творец, да, что к нему нужно обращаться, то есть, порой мы хотим вот таких, да, чтобы вот именно, не знаю, к нам не зашло там все с небес, а оно, ну, вот не сходит, и потом ты возвращаешься, и находишь этот ответ в Коране, да, то есть, в Коране уже все есть, то есть, в Коране это есть, и мы наоборот должны, да, не так извне, вот давайте сейчас, хотя Аллах и так бывает делает, да, что некоторый, вот прям какой-то такой знак, уже в Коране написано там, а поразмышляйте над этим, а поразмышляйте над этим, Посмотрите туда и сделайте то. И уже этого достаточно. Но порой люди хотят еще каких-то доказательств, которые должны к ним лично, вот лично ко мне спуститься какое-то доказательство, собственно, чтобы отличиться от других. В Коране очень много есть историй, рассказов, которые для нас как назидание. И это нам дает определенное направление, как действовать. И иногда это дает успокоение определенное, что даже лучшие из людей пророки, которых Аллах послал для того, чтобы давать извещения, призывать, они, да, у них были там, скажем, проблемы, они горести, какие-то беды, да, то есть даже если кто-то отличался какими-то там благами и богатствами, все равно у них были какие-то, скажем, человеческие трудности. И это для нас тоже как успокоение может быть, да. Также в Всевышний Аллах Субханахуа Тааля в Суре Аль-Исра в 45-м аяте говорится, когда ты прочел Кур'ан, мы воздвигли между тобой и теми, кто не верит в последнюю жизнь, невидимую завесу. Да, то есть это как какая-то преграда между верующими и неверующими теми, кто хочет тебе навредить, кто хочет что-то изменить, да, вот, ну, в смысле тебе, да, там что-то подпортить, скажем, какую-то ситуацию, поэтому вот это для нас так же, да, как достоинство или тот бонус, который, читая Кур'ан, мы можем получить для себя, да, то есть это такая преграда, как профилактика от того, что нам не навредят. И вот этот аят, кстати, да, вот я вспоминаю, да, то есть прям как бы такой анасущим, когда мне говорили, что вот кто-то в путь выдвигается, и вот этот хадис, вернее, вот этот аят читать, повторять, 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 ну, с таким намерением, что на дороге, да, когда в дальний путь, там может быть какая-то, ну, условно, какая-то полиция, какие-то препятствия, кто-то тебя может остановить, придраться, да, если у тебя там какие-то, и вот читая этот хадис, да, когда ты прочел Коран, мы, ну, по-арабски, конечно, мы воздвигли между тобой и теми, кто не верит в последнюю жизнь, невидимую завесу, то есть как бы с таким обращением к Аллаху и Супанава Таалю, что это будет вот завеса. И как раз по этой истории, да, то есть, говорится, вот несколько машин там ехали, скажем, и вот один из них читал этот аят, да, вот с таким намерением, чтобы не было каких-то проблем, все там, никто не трогал, не останавливали, и действительно его не остановили. А те, кто еще другие ехали, да, то есть, ну, учитывая, там ты ездишь с грузом, например, большая машина, да, то есть это не маленькие какие-то машины, понятно, на дороге могут проверить, там что-то спросить, ну, то есть заморочиться, да, не то, что там какие-то проблемы, ну, понятно, что могут, в общем, препятствия какие-то делать. И те, кто ехали сзади, да, то есть их вот начали там останавливать. Поэтому, да, это вот, ну, такой, скажем, косвенно, да, можно его взять как субханаладос, вот человек читал, да, и вот такое у него произошло, и связывает вот с тем, что действительно, да, такая завеса перед неверующими, которые могут тебе помешать. Также, живя, да, и следуя по правилам Кур'ана, это может быть для нас, как бы такой, какой-то аргумент за нас, иншаллах, а отвергая, да, при этом имея Кур'ан, то есть в любом случае, да, мы не можем сказать, мы не знали, к нам не пришел Кур'ан, то есть он у нас есть, и каждый мусульманин, да, из толпы веры есть вера в Писание. Если он этого, как бы, не знает, он, в принципе, не может считаться мусульманином, да, что есть Кур'ан. Поэтому, если он, мусульманин, понимает, что такое Кур'ан, изначально это уже, как бы, точка невозврата, да, то есть он понимает, что это наше руководство, и он должен по нему следовать. Да, как говорится, если не читал, это не снимает с тебя ответственности, это твоя, как бы, твой недочет. Поэтому посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи асаллим, сказал, Кур'ан аргумент за тебя или против тебя. Поэтому, конечно же, призываю себя в первую очередь, и каждую из вас, чтобы это был все-таки аргумент за нас, и никак не против нас, да, и пускай Аллаху, алейхи асаллим, поможет нам в этом, чтобы это было действительно так. И, как уже тоже говорилось ранее, да, что Кур'ан, помимо того, что это лекарство для, ну, так, для души и тела, да, и то, что это нам... Это еще и успокоение для нас. Поэтому, когда тебе печально, когда тебе грустно, да, многие начинают искать, ну, поддержки, скажем, и не находя ее в людях, вот еще в каких-то, скажем, физических окружениях, там, родственники, там, родные, да, это, конечно, прекрасно, когда тебя кто-то поддерживает, ну, да, не всегда так получается. Но мы должны понимать, что причиной того, что наша грусть может исчезнуть, исчезнуть, да, и уйти от нас, и превратиться в вот такое довольство и счастье, скажем, может быть как раз Кур'ан. И мы знаем извещение, да, от Ибн Масауда, рода Аллаху Ангу, в котором говорится, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, если тот, кого постигнет беспокойство или грусть, скажет, о Аллах, поистине я твой раб и сын твоего раба, и сын твоей рабыни, я подвластен тебе, решения твои обязательны для меня, а приговор, вынесенный мне тобой, я справедлив. Я заклинаю тебя каждым из твоих имен, которым ты назвал себя сам, или не спослал его в своей книге, или открыл его кому-либо из сотворенных тобой, или оставил его скрытым ото всех, кроме тебя, сделать Кур'ан весной моего сердца, светом моей груди и причиной исчезновения моей грусти и прекращения моего беспокойства, то Аллах Великий и Всемогущий обязательно избавит его от скорби и заменит его печаль радостью. Люди сказали, о, посланник Аллаха, нам следует выучить эти слова. Пророк, салли Аллаху алейхи ва салям, сказал, конечно, тому, кто их услышал, следует их выучить. То есть это как и дуа. То есть в этом дуа мы видим, что какая просьба в дуа, что насчет как раз грусти, что сделай Кур'ан весной моего сердца, светом моей груди и причиной исчезновения моей грусти и прекращения моего беспокойства. То есть Кур'ан, он может быть весной сердца, светом груди, причиной исчезновения грусти и прекращения беспокойства. Поэтому, конечно же, просим Аллаха, чтобы он действительно сделал для нас, чтобы так и было. Аминь. Также в одном из вещений говорится о том, что, или как мы знаем, что Кур'ан, он возвышает тех, кто следует ему, ему и унижает тех, кто против. В одном из хадисов говорится, поистине, одних людей Аллах возвысит посредством этого писания, других унизит. И пусть Аллах, Субханаму Атааля, каждую из нас, кто сейчас присутствует и слушает, кто будет потом слушать, каждый, тот человек, кого мы любим и желаем, да ему блага, каждый из умы Мухаммада, салли Аллаху Алиху Алиху Асаляму, чтобы Аллах, Субханаму Атааля, дал нам делать то, что именно возвысит нас посредством этого писания, а не унизит. также Кур'ан является такой, скажем, щитом для нас, который охраняет от впадения в заблуждение, от падения в заблуждение. В одном из хадисов также мы читаем, «Разве вы не свидетельствуете, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха, и что Кур'ан не спослан Аллахом? Да, сказали, радуйтесь, поистине этот Кур'ан, один край которого в руке Аллаха, а другой в ваших руках, так держите же его поистине и в таком случае вы не будете погублены и не впадете в заблуждение после этого никогда. Поэтому, конечно же, нам нужно, то есть, это такая нить связанная, которая, скажем, так метафорически не дает нам или дает нам, чтобы мы не упали, не впали в заблуждение, не впали в адский огонь, а наоборот возвысились. Поэтому, для того, чтобы тоже сравнить, например, даже другие испосланные Аллахом книги, то есть, в отличие от них, уже само чтение Курана, оно является для нас поклонением. Это, как бы, таким звеном, переходящим к действию уже. И этим и отличается Куран от даже любой шариатской книги, насколько бы она полезна не была. В общем, изучение глобально дает нам требование знания, но за каждую букву из этой книги не будет нам хасанаты, это другой. А Куран за каждую прочитанную букву нам будет начисляться, скажем, хасанаты, если это тем более искренне от Аллаха или ради Аллаха Поэтому Куран будет заступником за того, кто читал его и жил по нему. Так как пророк сказал читайте Куран ибо поистине в день воскрешения он явится как заступник за тех, кто его читал. Субханаллах. Субханаллах. То есть если мы будем читать и жить по тем законам уже для нас это будет заступник Куран в день воскрешения. Также про это уже сегодня говорила про то, что Куран является таким, скажем, спокойствием и отдыхом для нас. в одном из хадисов говорится, что посланник Аллаху сказал, сказал, я завещаю тебе бояться Аллаху Всевышнего, ибо поистине это является вершиной всего. Тебе следует совершать джихад, ибо поистине это монашество ислама, и тебе следует поминать Всевышнего Аллаха и читать Коран, ибо поистине это будет твоим отдыхом на небесах и похвалой на земле. То есть Субханаллах, там мы видим, что это будет отдыхом не только здесь, в этой жизни, но и на небесах. То есть это то, что можно сказать и станет причиной тоже того, что человек попадет без миля в рай, если будет следовать по законам Корана. Также одно из достоинств мы знаем, что наверняка слышали тот хадис, в котором говорится, что читающий Коран, искусно, он будет с ангелами. Он будет с ангелами, это тоже одно из таких наград, одна из наград. Тот, кто читает Коран, являясь искусным в этом, будет с благородными и покорными писцами, то есть ангелами. А тому, кто читает Коран, запинаясь испытывая при этом затруднения, уготована двойная награда. То есть даже если у вас не получается искусно, вы только начинаете или вы уже не начинаете, ну вот как-то никак, то есть не получается. Старайтесь, конечно, потому что если не стараетесь, то есть тут какой-то такой небрежность тогда проявляется. Но это не означает, что за это не будет награда. Уготована двойная награда, то есть Хасанат и Мичалла будет удваиваться при чтении. Когда человек читает Коран, к нему не посылается спокойствие. И про это тоже у нас есть доводы из Корана. Поэтому когда человек читает как правило у него такое какое-то даже иногда мне кажется особенно когда человек такой уставший немножко, оно может давать ему такое какое-то расслабление. Конечно, когда кто-то читает на Таслихе это не проявляется, но когда сам, то есть даже иногда такая сонливость может быть, когда у него какой-то напряженный тяжелый день и как спокойствие, такой вот всякий нас посылается и мы знаем долив на это. Тот, кто хочет, чтобы у него был защитник даже в могиле в виде Корана также следует обратиться или обратить внимание на то, что чтение Корана без ниля исследование ему без ниля будет иметь такой результат. То есть вот этот спутник, когда мы говорим спутник Корана, он даже при жизни спутник Корана, потом, когда человек умирает, он в могиле его спутник, он его защищает, делает ему вот это пребывание в этом барзах успокоение, то есть он такой анис с ним. В судный день также заступничество, то есть хаммавын сопровождает него это все время. В одном из хадисов пророк сказал поистине когда умершего положат в могилу, он услышит звук сандалий уходящих людей. Если он был правоверным, то молитва его будет находиться у его головы, а пост его будет справа от него. Закят будет слева, а его благие деяния вроде милостыни, дополнительных молитв, добрых поступков и хорошего отношения людей будут находиться у его ног. Когда со стороны головы этого человека подойдут ангелы, молитва скажет с моей стороны прохода нет. Потом они подойдут справа и пост скажет с моей стороны прохода нет. Потом они подойдут слева и Закят скажет с моей стороны прохода нет. Затем они подойдут со стороны ног. И благие деяния скажут, с моей стороны прохода нет. В другой версии хадиса говорится, и когда к нему подойдут со стороны головы, чтение Кур'ана будет защищать его. Когда подойдут со стороны рук, милостыня станет защищать его. Когда подойдут со стороны ног, то его защитит то, что он отправлялся в мечеть пешком. Поэтому, конечно же, чтение Кур'ана, изучение Кур'ана, тоже мы знаем, что тот, кто изучает Кур'ан, из лучших. То, что милость и окружение ангелами будет окружать ангелы того, кто читает Кур'ан. Конечно же, многие другие хадисы, многие другие достоинства Кур'аны есть, которые можно упоминать, можно про них говорить. Хотелось бы от тех, кто, скажем, слушает эту лекцию, чтобы вы поразмыслили, а что для вас вот наибольшим таким, скажем, мотивирующим хадисом являлось из сегодняшнего урока, да, из сегодняшней нашей лекции. Иншалла, это будет еще одно такое дополнительное для нас, дополнительная для нас мотивация, чтобы все-таки придерживаться Кур'ана, да, проявлять те качества, которые нас призывает Аллах следовать, да, тем приказам, которые без Нилля мы будем с вами изучать также в дальнейшем. Барак Аллаху фикунна, на этом с вами субханакаллахума и бихамдика, ашхаду ла ла халан тастагберку аутобу алейкум والсаламу алейкум وрахматуллахи вабаракатуху. Субханакаллахума